добрый вечер уважаемые зрители всем привет с вами александр я вас приветствую на очередном матче совместного турнира IPHL NGHL в котором сойдутся участники группы а команды totals и packfuckers это последний матч в данной группе и победители сегодняшнего матча соответственно станут обладателями путевки в следующий раунд playoff чтобы вы имели полное представление об этой группе я напомню турнирную ситуацию пока тут опасный бросок от игрока packfuckers ситуация такова что в этой группе есть также hoax они очень успешно провели свои матчи против обоих соперников они выиграли один матч у packfuckers и победили в двух играх на totals в очень упорной борьбе соответственно packfuckers провели только два матча с командой hoax у них 3 очка hoax соответственно 9 и totals замыкают таблицу с нулем очков теперь коротко о составах в синей форме играет команда packfuckers она сегодня представлена в следующем составе пока опасный выход димейджа грен уходит из ворот и ситуацию разряжает как вы поняли грен на воротах у packfuckers амигами по вис сексе бим а играть в поле сейчас ближе к теме мы посмотрим кто располагается против них играют соответственно а из дфу судьба лоли попс и дэмэйдж можно сказать такая моя самая любимая четверка из всего состава totals по крайней мере на турнире гхл они привели себя достаточно неплохо и разорвали не немало таких оборонительных редуктов соперников отличная передача от дэмэйджа на воли попса немножко сильная немножко не точная все с этим потерял игрок шайбу а судьба за воротами обрезается своего голкипера поэтому шайба мигами по он борется судьбой судьба все-таки выгрызывает шайбу много было критики по поводу того что судьба слишком уж увлекается и переходит знаете такой зинглплеер начинает играть сам собой терять шайбу и это приводит к каким-то опасным последствиям для его команды вот но даже как-то и сказать нечего на самом деле потому что это по сути правда но с другой стороны без судьбы все-таки достаточно сложновато бывает поэтому надо как-то я не знаю кто сам искать какой-то баланс пока на льду вообще такого не происходит ничего такого сверх интересного был них них низко моментов играя с небольшой долей преимущества пахвакерс но они из высшей лиги из пихаил поэтому как-то было бы странно предполагать что гхл ска команда будет оказывать такой сопротивление будет вести с первых минут встречи игру команды пока присматриваются друг другу вот мы видим дальний бросок то виза и шайба вновь возвращается к игрокам пахвакерс стараются играть позиционно хоккеисты более классные команды но вот как мы видим у тотасовских явных провалов пока нет секс пим шайбой обходит двух защитников прорывается опасный бросок и перекладина спасает сейчас асдфл лолипопс нет тут его установил защитник и выкатывается здесь следует секси бим будет бросать нет его накрыли и сейчас будем смотреть что что у нас будет с передачами передачи на лолипопса неплохая спиной здесь стоял игрок тотал си и никак он не смог принять обработать шайбу отлично играет асдфл правда шайба отлетает далеко и возвращается к игроку пахвакерс который ошибается опасно опасно очень опасный гол гол гвен немножко тут сыграл нерасторопно и демейдж воспользовался ошибкой галки про по хакерс вот и забивает первый шаг ли совсем неожиданно тотас повели счете в общем то игра не предусполагала таких вот к тому что тотас поведут учете так чтобы не смыть что будет дальше что интересно что капитаны тотал с и капитанами каждой команды являются гол кипер и асдфл капитан тотал сыгрен капитан поквакерс как мы видим такая найти битва вратарей воли попс хорошая передача на демейджа сможет ли он принять принимает просится обратной передачи но он бросает и это слишком уж высоко так вот опасная потеря авис выкатывается один на один и это очень и очень пахнет голом просто сблизился с голки прям и насквозь прошел а из этого в общем то не шанса было очень мало данной ситуации уверены реализовал свой шанс а вис в общем то а еще сравнивать ну это в общем по делу на самом деле не так уж не так уж плохие пах факерс в этой игре они заслужили этот гол посмотрим что как на это отзовутся хоккеисты totals передача на мигами по но тут сакси бим поспевает сакси бим накручивает всех дальний бросок мимо судьба стартует своей площадке сейчас быть потеря так она вышла ждут передачу лолипопс и дэмэйдж но судьба тут вот вариационный номер теряет шайбу уходит севера здесь айсдфу борется вся команда приехала и авис все-таки закатывает шайбу 21 покер спереди в середине второго периода тем временем матч продолжается атаки хоккеисты пак факерс шайба откатывается гену но тот не выходит и дэмэйдж может воспользоваться эта ошибка но бросает мимо сакси бим за воротами начинает атаку своей команды в троем час хоккеисты totals тут прыгает все лица настроение хоккеисты лет на улице почему бы и нет судьба бросок мимо дэмэйдж тут неправильно расположился поэтому не стал первый по сборе мегами по от своих ворот авис авис тоже ошибочка шаг летит грену очень опасно едва едва не забил сейчас хоккеисты totals шайбу мегами по я говоря про турнирный расклад и не уточнил что нужно сделать командам чтобы выйти в следующий раунд хоккеистом totals необходимо победить в двух играх или же в одной игре победить в овертайме а в другой победить в основном времени в основное время в принципе пока задача осуществимая играть еще целый период проигрывают они 12 ну вопрос что игра команды пока страдает как мы видим не разбериха полная и выкатывается здесь один на один секс себе мы в общем-то с передачи калкипера грена в общем-то он забивает третью шайбу пах факерс в этой игре мы отликует наш заокеанский коллега приглашенный на восточный европейский турнир ну по большей части точно европейский то есть как мы знаем что разброс людей абсолютно абсолютно разных стран континентов такой найти турнир достаточно масштабные мероприятия как ни странно до 12 команд не каждый раз собираются поиграть в виртуальный хоккей все временем третий период начался здесь пока борьба в центре на по бортам мигами по заворотами отличная передача но здесь мажет просто не знаю с двух метров с их себе им конечно шайба лети ну передача была под левую руку видимо поэтому он и не смог реализовать момент авиан продал ну зачем-то тронул шайбу в общем-то и не принял ее не отдал такого передачу и не просто оставил чтобы он спокойно докатилась вперед мигами по отличную способку превосходная способка от хоккеистов пахвакер что вот на решающей стадии завершения это к себе мажет мимо шайба потом по моему даже дважды гремел неплохая передача прям вот так себе ему на ход но асдф вовремя выходит из ворот а вис попытка дальнего заброса нападающих но его заблокировали дмэйдж дмэйдж дальний бросок мимо много дальних бросков в исполнении тотас в общем-то такой показательный момент на самом деле потому что дальний броски таки оружие команд которые у которых с командной игрой не все далеко в порядке вот и они позволят себе вот такие вот ошибки прямо выкладывая шайбу на клюшку а визу вот так что на самом деле очень по игре вот наличие огромное количество дальних бросков да и шайба была во многом такая знаете тотас случайная ну со скоком от стены шайба скакала металла с их вен просто промазал мимо нее и это оплошность воспользовался игрок тотас сейчас уже полный раз разлад в обороне тотас дмэйдж принимает шайбу нет не понимает оставляет ее а и вену все бесполезно уверенно контролирует шайбу хоккеисты похвай кирсу дальний заброс уже от них но отлично играть и не капитан totals хотя вот как мы видим нет вот почему отличная передача на судьбу судьба заметал сорвался но не смог да капитан тотас играет у него уверенно начинается атака от totals ави он мажет судьба на судьба был за уродами но заблокировал передачу греймвилл авис ави он хорошо за головобороне судьба потеря тают шансы totals на выход из группы просто действительно тают полторы минуты надо забить минимум две шайбы и не пропустить но игра абсолютно не команды нгхл снова вручает голкипер а ивен пошел 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 против всех почти обвел почти обвел но он будет шайбой и он 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 забивает забивает да как ни страна и он прорвался сквозь двух оборонцев packfuckers и закатил эту шайбу пустые ворота обыграв грена с помощью штанги и снова и он имеет шанс сравнить что ты тут свете как все перевернулось но грен превосходно играть голкипер просто вытащился спас свою команду от третьей шайбы да это был момент конечно на выход из группы прямо вам скажу и снова заброс от totals неуверенный вы вынос от грена ай тут как неудачно судьба понимает шайбу и ватарь вышел из ворот и дальний бросок от ализа это все это наверное все две шайбы за 35 секунд это конечно дело судьба сейчас вообще не по делу возмущается он именно он потерял шайбу неудачно ее приняв я думаю стоит пересмотреть свое отношение к игре своих партнеров потому как ошибка именно здесь была германа ависа катывается 11 тут уже голкипер уже там потерял ворота и все все смешал с кучу и 25 счет до игра заканчивается 5 секунд до конца счет 5-2 пользу паркфакерс поздравимых с выходом из группы пожалуй теперь единственный вопрос это с какого места они выйдут из этой группы для вас провела ворота александр ждем второго матча